ДИЗЕЛЬНОМ УНИВЕРСАЛЬ Как правило, долгие годы не работали для суперкаров, за что их ценили, а их владельцев уважали. Однако давление маркетологов и желание заработать побольше денег взяло верх и в случае суперкаров. Современных честных суперкаров единицы. И говоря о честных суперкарах, я подразумеваю мощный двигатель, задний привод и механическую коробку передач. Степа, привет! Здравствуй, Гурам. А что ты здесь делаешь? А что ты делаешь в Сочи? Я приехал на Макс Пауэркарс, а ты что здесь делаешь? Как ни странно, я тоже приехал на Макс Пауэркарс еще на два дня соревнований. Ну а где твоя малышка? Моя малышка. Это про машину. Вот там стоит мой прекрасный корвет. Фантастический. Снимем с тобой очки, да? Снимем. Какая темновато. Оп, оп, смотри, что мы здесь видим. Некоторое время назад у меня сформировалось мнение о двигателях внутреннего сгорания. По части получения реального удовольствия от автомобиля, лучше хорошего атмосферного двигателя может быть лишь хороший атмосферный двигатель большего объема. И двигатель в данном корвете сделан именно по такому принципу. 7 литров, 700 лошадиных сил и седьмое небоудовольствие при малейшем нажатии на педаль газа. 7 литровый двигатель LS7 завода развивает 505 лошадиных сил. В компании Винтик и Шпунтик доработали ГБЦ, установили полную выхлопную систему с выпускными коллекторами, распредвал, система впуска, а также прошивку под все эти модификации. На выходе настоящие, нестероидные 700 лошадиных сил. Есть ощутимая разница в доработке автомобиля под те или иные задачи. И речь не о покупке тюник-игрушек за большие деньги. И подвеска, и двигатель, и тормозная система дорабатываются как в дрэге, так и в кольце. Важно другое. Автомобиль, подготовленный для дрэга, должен ехать быстро, только прямо. Этот корветт настолько брутальный и бескомпромиссный, что если пилот не соответствует ему, он просто не поедет. Рев этого двигателя порабощает, пронизывает вас до мозга костей, не давая забыть звериную сущность этого автомобиля. Вот этого я и боялся. Не лучшая машина, да, чтобы учиться ездить на треке? Наоборот, лучше, потому что она настоящая, понимаешь? Здесь нет, я вот сел, когда в тест-драйве у Уракана первый раз, и первый раз же поехал сразу в Газбол. Ну, не страшно, понимаешь? Она тебя абстрагирует от скорости, как будто она медленная. Это какой-то, это нереальный зацеп просто. Не верится, что так можно ехать за рулем. Столько эмоций. Каждое нажатие на педали газа вы чувствуете всем телом. Автомобиль и двигатель передают весь крутящий момент не только на однодорожное полотно, но и на ваши нервы, на ваш мозг. Вы понимаете, что едете по-настоящему в быстрой машине, и вы можете действительно убиться при одной малейшей ошибке. Слава богу, рядом со мной есть Степан, который не дает возможность топить. Феноменальные просто ощущения от механической коробки передач. Она настолько честная, настолько... Каждую секунду вы ощущаетесь вовлеченность пилота в процесс. Машина не прощает ошибки, от этого она только интереснее становится, и на ней хочется учиться ездить. Она вам не наскучит в один день, только потому что вам страшно на ней нажимать газ в пол. И кто не может привыкнуть, что этот коровец в цепу едет медленно. Перегазовки хочется делать всегда, просто каждую секунду. Грузные они, не нужные, актуальные, неактуальные. Просто этот сток с выхлопной трубы просто хочется слышать каждый раз, раз за разом. Ну что, это был мой пор и первый опыт на коровете. Я весь мокрый. Вы знаете, этот коровет можно смело использовать для проверки дезодорантов. Я думаю, что мой дезодорант эту проверку не прошел. Тепан, наверное, тоже мокрый просто от нервов, поскольку такой неопытный пилот на его болиде ездит впервые. Но это было очень круто и надеюсь, когда-нибудь повторится. Естественно, естественно, мой милый друг. Это был сарказм, да? Ну что? Это был первый опыт на 700-сильном заднеприводном коровете. Это было страшно, это было нервно. Но это было очень круто. Меня, правда, обогнал даже RS Q3, но это не важно. Главное, то удовольствие, которое я получил. Такое удовольствие ни одна Audi, ни один BMW, ни один Mercedes вам никогда не подарит. Поэтому любите американские машины за их честность и за их задний привод с мощными 7-литровыми двигателями. Хитроумные системы стабилизации, безопасные полноприводные трансмиссии и скорострельные роботизированные коробки передач позволяют даже домохозяйке прыгнуть за руль Ламборгини. Но осмелится ли кто-то признать, что в современных суперкарах едет уже больше машина, а не пилот? Корветт Степана хорош во всем. Он неплохо ускоряется по прямой, достойно тормозит и рулится настолько вкусно, что я не удивлен, почему Степа не может расстаться с ним уже 5 лет. Трасса F1 Сочи. 2 минуты 16 секунд. Рекорд среди кузовных автомобилей. Степан Крумилов. Chevrolet Corvette. Быстрее, только болиды Formula 1. Что ж, мне есть к чему стремиться. Встреча на Ванг tumultiva. Встреча на Ванг. Чет Кто. Он красивый курс kasут. Идем реального управления. Увидимся. Четко собак. Здесь станем на вершу. По зап denominatorода. Меня пришлосьfar 안 уволен. Сереться когда ты увидишь кратパzzo. Продолжение следует...